доброе утро друзья я бы камеру на себя направил но солнце с такой стороны что вот получается что если на себя направить то будет так под хорошим углом так градусов 45 оттуда бить прямо в оптику что хотел сказать значит приближается самый день рождения мой меньше месяца осталось 28 апреля будет и меня правда многие уже поздравили щит посчитав что это 28 марта но я признателен но у них есть возможность там при случае начать повторить но как-то дата круглая получается вот 60 лет и что-то знаете у меня такое странное чувство в связи с этим потому что я думаю может это не мой какой-то день рождения потому что то есть конечно по паспорту я не спорю у меня есть свидетельство рождения есть там все все написано но как-то такое ощущение что какой-то кидалово произошло и не потому что благодаря хорошему уходу со стороны светланы я выгляжу на 34 а еще недавно выглядел на 28 а потому что внутреннее состояние какое-то такое что где там 60 я не знаю 10 лет назад когда был только полтинник значит мы поехали на круиз на аляску тут из сан-франциско прям идет знаете не хотелось никуда лететь что потом пересаживаться перегружаться мы посмотрели что тут есть такое местное имя был местный круиз на аляску хорошо вот мы поехали там дней 12 что ли все продолжалось безобразие потому что плыть долго и так я там самый молодой был но светлана на год моложе а так вот вот мы с ней там были два самых молодых на этом круизе и народ такой знаете в колясочках с этими вокерами с палочками седые такие знаете там чуть ли не за 80 но но много и там еще такие есть мероприятия там кто сколько женат там встаньте такие встаньте сякие там и по 50 лет люди были женаты по 60 были женаты в общем вообще на круизе часто едут люди отметить что-то вот они раз там на круизе там уже отмечают гуляют вот так я к чему говорю что депрессивно было но надо ужаса потому что вот все такие сиденькие старенькие еле передвигаются а ты конечно там танцуют знаете там и фокстротик там и твист то вообще такие удивительные вещи вот вот чего танцевали там сороковые пятидесятые шестидесятые вот то я отмачивали там продели на ногах стоит а так крутит вертит очень потрясающе и а я так каждый день с молодыми и ну я практически там у нас самый возрастной но софия немножко меня стараешь на пару лет вот а я так самый возрастной и получается что все молоденькие я на их фоне как-то чувствую себя ну совсем юным и с кем-то я недавно говорил не помню кто это был человек мне такой опытный говорит что это вообще так педагогическую то есть преподаватели возраста не чувствует вот они все время с детьми ну так вот которые в школах или там в институтах вроде ты вроде старше а те с кем ты работаешь они там все время 10 лет 12 лет ну или там в институте 20 лет но все равно вот к и ты как ты не можешь оторваться от этого дела не находясь среди ровесников в общем очень странное такое чувство что-то какое-то кидалово какой-то обман какой-то происходит где где этот мужик которому 60 я для но это не я точно вот поэтому даже не знаю и вроде как там юбилей и вроде так даже какие-то там поздравляют и что-то такое я думаю это что я знаете как вот наверное себя чувствовал холестаков из да вот значит гоголевский когда ему там говорят вот там он из москвы там знаете с ревизией человек приехал да вот ревизор значит гоголевский и он а он вот там просто так помелчи шустрил и вот принимают не за того знаете вот у меня тоже такое ощущение не за того принимают да может я как шпион какой-то сейчас пионеры придут разоблачат скажет нет ему 60 этому михаилу петровичу он еще и ленина то не помнит вот я уж не говорю там александра македонского и это правда это правда да был такой знаете анекдот в советское время что вот как касса железнодорожная написано значит там касса работает только для участников какой-то я не знаю какой-то какой-то битвы ну палку будет полтавской вот до участников полтавской битвы ну и там человек подходит и говорит скажите гитара а как же все-таки полтавская битва это же там несколько сот лет прошло кто же может откуда же сохранились то участники ему говорят так наше дело маленькое приходит люди показывают удостоверение мы им отпускаем это чё голову все ломать ну вот так что вот и я такое можно сказать с удостоверением у меня удостоверение есть а участвовали я в полтавской битве я не знаю в смысле это отдельный факт требующий установление так вроде 60 лет а вроде а может может что-то и хитрит человек знаете как бывает сегодня значит я прочитал комментарий замечательный там где-то мы со светой там то ли едем то ли рассказываем то ли выступаем я не помню но комментарий был такой что там спрашивали раньше спрашивали не евреи ли кто-то там из вот нас я говорю что вот оба евреи значит но это давно было там пару лет назад и вдруг сегодня какой-то комментарий говорят светлана похожа на марийку я начал знаете в памяти перебирать вот у нас была девочка недавно из марийской республики но она была татаркой я стал думать ё-моё как же выглядят марийцы и у меня совершенно знаете вот провал полный провал можно конечно пойти надо посмотреть там где-нибудь википедии но но вообще говоря вот знаете такой провал не знаю как выглядит марийцы вот как это похоже на марийку я вспомнил несколько таких знаете из про ленина все время там знаете были были такие мульки вот а ленин кто и вот там сидят разные люди спорят один год казаком было где-то почему казаком лихой как казак там другой говорит ленин был там я не знаю там кавказец почему кавказец очень играет такой стремительные решительные такой боевой вот и чукчей говорит ленин однако чукчей был ему говорят чукчей то почему он говорит однако умный очень вот и все как бы там из из добрых чувств значит вот у нас да а другая история в жизни приключилась мне было лет семь или восемь происходило это в городе электросталь московской области там жила моя бабушка бабушка выросла так сказать при суровом царизме и так она в общем в местечке ну кременчаге местечко надо больше чем местечко но такое она выросла в таком этническом месте но она закончила гимназию то есть как бы тогда не было сугубо такой еврейского воспитания она такая была более широк и вот значит она по-русски хорошо говорила но но так немножко картавила конечно и вот едем мы в автобусе на кладбище дедушку проведать покойного значит и там рядом с нами сидит женщина с мальчиком матч примерно моих лет тоже лет 78 есть булку щеки у этого мальчика как две булки каждая щека и женщина тоже такая я бы сказал абсолютно заплывшая такая невысокая круглая такая и лицо заплывшие глаза заплывшие все такая налетая такая женщина ну и собственно и бабушка она любила когда дети кушали знаете гражданскую там отечественную эвакуацию она любила чтобы дети кушали и она значит говорит мне у нее с собой было она как миша ты хочешь булочку ягу нет она готова хочешь яблочко ягу нет а хочешь конфетка ягу нет она значит переключается на мальчика и на маму она очень любила поговорить могла бы таким блогером быть я лоя вас умоляю и вот значит она говорит она была учительница немецкого языка вообще-то профессиональном смысле и она говорит ой какой у вас хороший мальчик как он хорошо кушает и маме приятно значит мама она так улыбается в общем внимание приятное плюс так по-доброму все значит и говорит наверно он у вас хорошо учится и но это так подтверждает да вот такой маль а мальчик жрет булку вообще не обращая внимание ни на что ну и значит ну сколько у нее там хватило комплиментов там и восторгов я уже там не помню какое-то время у нее это заняло ну и дальше она она уже вышла на пик на пик того что могла сказать и его тоже так это нам вот туда приблизилась и на маму конечно подумать ничего такого было нельзя вот поскольку маму мы видим вот она сидит это мама значит не подумаешь ни в жизнь ну так она подумала что папа и она говорит наверное у него папа еврей а значит женщина пошла пятнами я один раз своей жизни я видел человека который пошел пятнами и значит вот она так у него по лицу туда-сюда гуляла вот это черемуха между ними сразу пропала вот а я еще маленький был и я толком не понимал всей комичности этой ситуации но потом вот я родителям рассказал когда уже домой вернулся родители просто катались по полу вот она же из из самых таких найти искренних чувств не то что там вот и я я тоже я понимаю вот там но я говорю ты знаешь света говорю вот тут тебя так полюбили вот говорят что наверно на марийку похоже мне несколько раз говорили что я должен был бы перейти в ислам потому что такой хороший человек как я должен обязательно быть мусульманином этим вот из самых искренних таких добрых чувств такая вот интересная история кстати вчера кстати вчера приходит один какой-то американец такой лет вы знаете что на вид ему было лет 35 потом выяснилось ему 26 он такой упитанный мордатый такой немножко разгильдяй но видно что умный знаете вот бывают такие как бы ну и там по ходу дела он он софии разговаривал не со мной я подключился там на пару минут ночью вот выясняется что он закончил приличный университет а или не закончил что-то ушел в конце и он одним занимался и другим занимался и третьим занимался и что что-то все у него не то там получается и кто-то его к нам подослал я даже не знаю кто с инэмплоймента что-либо прислали я не берусь сказать и такой он в общем паренек и мы так беседуем 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 значит и софия на него смотрит вот так будет значит софия на него смотрит и говорит а ты часом не еврей значит он выкатывает глаза и говорит да он говорит ты второй человек в моей жизни вот интересно ты второй человек в моей жизни который увидев меня а сказал что я еврей софия это кто был первый он говорит первым был продавец из магазина 7-eleven который сам по себе значит черные с ямайки вот он ведь понял вот так вот друзья черные с ямайки продавец в 7-eleven это было очень прикольно то есть если софия одесских то сказать одесского бэкграунда человек как бы его распознала то вот с ямайки человек знаете как мир сложно устроен вот возвращаясь к юбилею хочу сказать что друзья отнесемся с юмором к этому делу иначе это серьезно такое воспринимать нельзя потому что если это воспринимать серьезно то в этом есть какой-то негатив мне кажется ну что это такое вообще получается дедушка какой-то старенький или там не сильно а я совершенно такой я еще могу пошутить вот так что такая вот жизнь сегодня пятница неработница сегодня вообще как-то более такой день легкий у нас есть анна которая из гугла которая у нас работает им так рассказывает нам об американской жизни значит анна сегодня переезжает она взяла значит отгул и они с мужем сегодня переезжают в какой-то такой намного более шикарный и не такой дорогой как их квартира мобил холм у нее детки пошли в школу там ближе к школе и там больше пространства и так далее и так далее вот мы мы с ней договорились что мы поснимаем ее мобил холм ну там что такое существенное такое серьезно в приличном месте все дела просто место больше долларов на 500 дешевле чем квартира которые они снимают так что я к чему рассказываю вдруг вспоминаю пятница сегодня вот не будет у нас анны в офисе зато нам обещано показать изнутри мобил холм ну вот наверное на сегодняшнее утро у нас все сейчас появится зеленая стрелочка и отправлюсь я на работу счастливы друзья мы не станем дожидаться зеленой стрелочки мы сработаем на опережение счастлива